всем привет нашла сегодня немножко времени и хочу ответить на вопросы тега многопроцессница так оказался очень интересным и так сразу на него я не смогла начать отвечать и нужно было все-таки вернуться к своим запасам своим процессом начатым и пересчитать сколько же их у меня потому что первый вопрос у нас сколько у тебя начатых работ я села пересчитывать записывать мои все начатые процессы писала писала и поняла что я не могу вспомнить часть процессов пошла к своему рукодельному уголочку стала их переписывать вот у меня их оказалось 11 но я сомневаюсь что я нашла все мои процессы точно вот сейчас я думаю что-то я забыла 12 это ты я монограмма видите многопроцессница до есть у меня вот такой вот блокнот вот такой блокнот где я веду мои записи но очень знаете такие самые 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 основные записи здесь у меня вот были процессы на 2020 год я записывала что и вышиваю и что из этого у меня вышилась я отмечала просто так кружочек у меня было 18 процессов и вот из них полом 11 до 11 я завершила но соответственно остальные все у меня перешли на этот год тут мне планы на двадцать первый год то что я буду ставить себе планы именно на завершение потому что у меня в этом году как и в прошлом я себе делаю такую коробку где у меня те процессы которые я буду начинать но понятное дело что все завершить невозможно тут уже и значит их у меня собралось 12 и нужно будет еще хорошо проверить может быть еще что-нибудь найдется моих закромах но вот на данный момент 12 процессов вот здесь у меня уже старты начались на 2021 год записи а здесь у меня итоги двадцатого года 11 работ ну вот для меня это очень хорошие результаты потому что работы большие но в этом году я хочу так сказать побить свой рекорд и сделать 14 готовых работ не знаю что получится но я вот прям хочу постараться и так возвращаемся к первому вопросу сколько у тебя начатых работ вот у меня получается 12 но опять же я сомневаюсь что их столько может быть у меня что-то и и забылась прочитаю и буду вставлять вам картинки моих процессов dimension зимние радости неокрафт лунный эльф вот он это мой новенький старт этого года вот такой вот наборчик дальше африканские львы о dimensians дальше дименшинс мать земля фирма анкор водный канал кастом крафт моем дворике чарим намыть ленты золотое руно на охоте потом в поисках золото этой сайта вышивая ру и миробилия рождественская миробилия недавний старт 11 риолис поцелуй 12 т монограмма вот 12 дальше по вопросу у нас сколько из них наборов наборы считаем 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 из них 10 наборов видите я все-таки больше по набора люблю набора так следующий вопрос сколько авторских схем авторские схемы у нас получаются 2 это поисках золото свыше вару и миробилия рождественская 2 авторские схемы так интересно дальше следующий вопрос твои помощники вышивки пальцы рамы станки так ну дальше можно уже вышивать то есть я показала основные процессы и дальше я буду отвечать на вопросы тега и вместе с я буду вышивать вот этого эльфика от neocraft кстати давно лежит у меня этот наборчик лежал точнее лежал лежал и я его в прошлом году клала в свою коробку чтобы чтобы его начать но знаете вот все таки правильная организация как она важна если правильно организовать свои все процессы то все постепенно вышивается и маленькие работы большие а у меня почему-то в моей голове отложилось так что мне нужно завершить да мои какие-то большие процессы чтобы потом уделить время какому-то маленькому наборчику и конечно же с моими постоянными начатышами этого быть просто не может так как процессы постоянно начинается процесс у меня большие сложные у меня в основном большие наборы поэтому конечно ждать такого момента можно бесконечно а вот наборчик лежит не вышивается и в этом году я решила всегда иметь процесс на пальцах чтобы его можно было вот так потихонечку вышивать по утрам по вечерам по чуть-чуть и как-то продвигать вы видите что за неделю у меня практически готовая работа по ниточке по 2 буквально там утром я по чуть-чуть вышиваю этого эльфа и уже картинка вырисовывается знаете это очень приятно вот что я пришла к такому выводу и теперь продвигаются мои работы итак вернемся к вопросу твои помощники вышивки пяльцы рамы и станки люблю помощников очень сильно люблю помощников и действительно я всем пользуюсь у меня много пялец вот таких деревянных у меня есть пластиковые у меня есть кюснапы у меня есть рамы у меня есть и тьмар и у меня есть мой станок настольный всем я пользуюсь периодически знаете хочется сделать какие-то изменения в процессе что-то поменять вот даже сейчас вышиваю этого эльфика хоть и на пальцах и процесс идет медленно но знаете это в этом есть какая-то своя прелесть просто вот изменить ее что-то в своем каждодневном своем процессе в этом есть своя прелесть и поэтому всем я пользуюсь периодически но самое самое любимое для меня это рамы я люблю вышивать на станке и на раме у каждого свой подход я люблю вышивать за столом у меня должно быть все статично все организовано я не люблю переносить с собой вышивку туда-сюда потому что мне нужно иметь под рукой все мои аксессуары ножницы иголки наперстки и вот должно все быть под рукой и поэтому для меня удобно чтобы это было стационарно здесь у меня на моем рабочем столе все имеется под рукой чтобы мне не потребовалось и вот на станке вышивать конечно самый-самый для меня удобный способ но за исключением вот таких вот маленьких процессиков которые до хочется взять и пойти к примеру на кухню сидеть пить кофе и вышивать несколько ниточек вот а вообще конечно да я пользуюсь всем интересно попробовать все новые аксессуары никогда не знаешь что может больше понравится потому что все таки развивается производство дизайны производители стараются что-то производят и для нас это большой большой плюс что мы можем иметь большой выбор то это вообще конечно последние годы производители нас очень балуют много очень интересных аксессуаров появилось таких как пяльца от норги были сначала вот эти металлические весь youtube закупался этими пальцами прям был такой дефицит сейчас квадратные тоже наверное очень удобно у меня еще таких нет ну я смотрю девочки активности пользуются всем очень нравится значит это конечно же удобный аксессуар поэтому все нужно и кто-то пользуется только одним аксессуаром а я по настроению мне нравится пользоваться разными предметами но знаете еще такой момент под процессы потому что один процесс можно вышивать вот на таких пяльцах а другой процесс требует уже более серьезной организации поэтому каждый аксессуар он имеет свою свою играть свою роль в рукоделии у меня был такой период когда я вот деревянными пяльцами не пользовалась вообще иногда у меня были такие мысли зачем я их только накупила у меня разных размеров их много места занимают потом проходит время и они становятся опять актуальны достаешь и думаешь какая я молодец что у меня все это есть особенно для нас у кого много процессов и хочется еще что-то начать а если заканчиваются аксессуары вот тогда уже проблема как начнешь еще один новенький какой-нибудь и старт все нужно вот такое мое мнение дальше идем у тебя бывают моменты что ты забываешь о начатой работе конечно бывают процессов много все они сразу не вышиваются поэтому я да я могу забыть про какой-то процесс с такой знаете из толкастров я могу куда-то отложить и он будет там лежать потом найду возвращаясь к нему но основные процессы над которыми я работаю я них не забываю конечно но иногда бывают такие вот работы которые у меня уходят из моего поля зрения так что я вышиваю так у нас следующий вопрос ты мечтаешь о старте или хватит уже хороший вопрос ах мечта или я старте вы знаете последние дни я очень мечтаю о старте и я сделала вот это второй старт этом году 1 мир обилия а второй вот этот маленький наборчик я мечтаю еще сделать несколько стартов но так как у нас заканчиваются два совместных проекта и хочется ну хоть немножко подтянуть свои процессы которые у меня очень медленно вышиваются и хочется их продвинуть чтобы но я их не завершу это большие наборы дименшинс но хотя бы их продвинуть чтобы показать какой-то результат видимый да и я стараюсь уделять сейчас ему времени у меня так чешутся ручки начать и все это знаете у меня по настроению у меня бывает настроение когда на меня начинают давить присутствие всех этих начатых моих наборов мне становится не по себе зачем их поначинала и как их теперь закончу а если их все только вышивать это два года не нужно ничего начинать как же быть такие мысли у меня бывают не меня посещают но держится не долго потом я успокаиваюсь и вышиваю те процессы которые которым у меня лежит душа в данный момент вот и конечно же хочется начинать сколько бы у нас не было начатых процессов начать еще один процесс какой-нибудь новенький это присматриваюсь к значкам это конечно же для нас какой-то праздник новые ощущения хочется иногда разбавить монотонные будни и как-то себя порадовать и сделать какой-нибудь старт для нас рукодельниц какие наши радости старты финиши покупки и оформления да вот финиш это дело не простое покупки это и оформление это дело такое дорогое а старт это же запросто у нас у всех много много запасов поэтому всегда есть что-то с чем можно стартануть что можно начать получить прилив эмоций получить свою дозу позитива и все дальше можно возвращаться к процессам которые мы ведем к завершению ну вот у меня часто бывает так потому что у меня есть процессы которые я веду к завершению вышиваю вышиваю но я вышиваю как-то медленно и хочется отвлечься хочется что-то повышивать другое либо что-то вот начать вот такие вот у меня размышления дальше следующий вопрос ты жалеешь что поразводила столько процессов я частично ответила на этот вопрос отчасти у меня бывают мысли что кажется что я зря их поначинала а другой стороны смотришь хочется хочется попробовать и то и другое другое все зависит от настроения бывает не попробуешь и не узнаешь нравится тебе этот производитель может там какие-то проблемы с набором и нужно это решать разбираться вот иногда это очень даже в плюс так дайте мне секундочку я заправлю ниточку так так где мы будем вышибать вот здесь стежки знать откуда я начинаю сейчас идем смотреть следующий вопрос ротация есть или что навеет вдохновение я пробовала делать ротацию я пробовала даже играть по плакату 150 заданий вышивальщицы но я поняла что все эти игры не моё я не могу вышивать на заказ я не могу вышивать на подарок не могу вышивать то что вот как бы запланировано и надо вот целый месяц вышиваем только один процесс дименшинс раньше я так вышивала один процесс у меня был и я на другие вообще не отвлекалась даже не не знала что даже не представляла зачем столько много один вышиваешь и вышиваешь те же крестики нет вот сейчас я уже разбаловалась мне одного процесса мало у меня несколько дней мне хочется что-то новенькое возможно меня так разбаловал youtube ведь на ютюбе огромное разнообразие процессов девочки вышивают столько много красоты мы друг друга заражаемся этими впечатлением о процессах смотрим друг друга и хочется иметь разные процессы разные дизайны наборы нитки материалы и аиду и равномерку всего всего хочется разного поэтому наверное сейчас и такое вот настроение все менять все пробовать не хочется зацикливаться только на одном или двух процессов и не хочется какой-то вот наверное четкости вышивки что все идет вот четко по плану четко да есть план у меня запланированные какие-то процессы которые я должна завершить но я их буду вышивать пока какому по какому-то вдохновению когда придет настроение они будут у меня идти по такой вольной ротации где ты хранишь все начатыши комод коробка мешок ну тут дело конечно такое серьезное где придется там и храню шучу есть у меня рукодельный шкафчик где я постаралась разместить все все мои процессы пытаясь навести там какой-то порядок но постоянно когда появляется новый процесс начинаются делать там какие-то перестановки у меня каждый процесс занимает конечно же место это и коробки этой мешки это все все что все что я могу пристроить для моей организации я все использую и они там занимают достаточно много места моем рукодельном шкафчике кстати мне нужно будет скоро там наводить порядок и я вас приглашу заодно посмотрите на мой запас на мои рукодельные там сети штучки но также процессы у меня могут храниться и под рукой вот как здесь у меня на столе есть такая полочка полочка не полочка коробочка организационная и у меня хранится процесс от и чтобы я о нем не забывала и скорее его завершила вот у меня перед моими глазами но пока еще не случилось в этом году взять его и повышевать также у меня под моим столом вот под этим находится моя коробка с планами там тоже у меня процессы и вот этот процесс там и еще один который я организовала но пока еще не начал он тоже находится там в общем стараюсь стараюсь везде их хранить где находится место так как их много и они будут еще появляться конечно же место место не хватает но увидите всегда находишься что-то придумываешь и вот я у меня недавно была такая ситуация пыталась перебрать все свои наборы места тоже не было дома ну все вместо места нет значит покупать больше наборы нельзя потому что ну куда их складывать нету больше места но вы знаете я немножко походила подумала подумала сделала некоторую перестановку появилось место появилось место можно покупать еще наборы вот это конечно очень удивительно как так получается ну от покупок я тоже отказаться не могу сколько бы их не было этих наборов хоть чуть-чуть на что-то нужно купить все начатые процессы будут вышиты все начатые процессы будут вышиты я надеюсь что все но я не зарекаюсь потому что какой-то процесс может у меня не пойти что-то может не понравится что-то может разонравиться это тоже нормально нельзя себя заставлять и дошивать этот процесс мне есть один процесс который у меня вот не идет это схема сайта вышивая ров поисках золота мне очень нравится мне очень нравится эта картинка шикарная покупала набором с комплектацией в ниточках дмс но вот знаете вот не идет вроде бы и ничего астрономического сложного нет есть сложные участки ну ну не так чтобы прям совсем но не получается сажусь начинаю вышивать не идет наверное не пришло его время и я конечно даю шанс этому процессу я не хочу его расформировать там очень много не так это дорогой набор я все-таки хочу в этом году наверное нет а может быть следующем году я его поставлю на станок может быть постараюсь его как-то повышевать вот в этом году я хочу повышевать другие другие наборчики которые о которых я мечтаю и они вышиваются легко и я подумала зачем я буду себя вот так вот напрягать на тот процесс который идет сложно я не получаю именно удовольствие от вышивки я хочу сейчас повышевать легкие дизайны дизайны которые мне приносят максимум удовольствие вот вышивайру скорее всего он будет у меня вышиваться уже в двадцать втором году но если я передумал то я расформирую и мы про этот дизайн забудем это тоже нормально иметь такие дизайны которые разонравились и нужно их отменять потому что наше время дорого и так как хобби должно быть в радость не нужно себя заставлять дошивать что-то что было может быть интересно 5 или 10 лет назад так следующий вопрос будут ли все процессы оформлены все вышивки оформлены скорее всего не будут они могут быть все оформлены только в том случае если муж мне организует выставку всех моих вышитых работ у него есть такая задумка и я не горю и смысла в этом не вижу он последнее время очень полюбил мое хобби и даже этим хвастается перед друзьями что вышиваю у меня такие вышивки показывает вот и хочет мне сделать такой подарок но я к этому не стремлюсь вот если только в этом случае организуется выставка тогда работы будут все оформлены а так они не будут оформлены я их буду вышивать по настроению что вышивается что мне нравится что мне хочется и когда будут собираться какие-то темы я буду менять экспозиции буду просто обновлять буду их оформлять по тематике там к примеру птички люди еще что-то и менять просто экспозицию можно так меняет раз в 3-4 года к примеру потому что конечно каждый год менять экспозицию это очень дорого и где-то все хранить но раз во сколько-то лет я думаю что раньше не получится и к тому же пять лет вот за пять лет как раз можно на вышивать постепенно какую-то тему и за 5 лет раз поменял экспозицию немножко сменил дома какой-то что-то в интерьере поменять какую-то цветовую гамму и уже новое настроение и вышивки обновились и дома интересней это такие мысли мои так 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 не нужно ниточку сменить ниточку . медленно я вышиваю под тег совсем медленно тут буквально пару крестиков вышила здесь девочки прям много вышиваю за время тега у меня как-то получается все медленно получается не умею одновременно и разговаривать и считать крестики так а следующий вопрос сколько лет самому древнему начатышу сколько лет самому древнему начатышу есть у меня один древний начатыш который кстати я все тоже мечтаю что я бы завершу это дизайн фирмы по нам греческие вазы вставлю вам картинку этому начатышу как минимум лет пять моя первая вышивка это было это был дизайн по на греческие вазы парный дизайн и спустя какое-то время я решила начать хотя бы начать парный дизайн я бы начала вышивала там какой-то уголок но так как youtube стал очень активно развиваться на ютюбе стали появляться более интересные дизайны я стала видеть какие есть наборы стала знакомиться с интернет магазинами где можно приобрести набор со всеми этими тонкостями сейчас кто новенький приходит на рукодельный youtube информации много все уже дорожки все протоптаны где покупать что покупать всех производителей обзоры есть набор отшивы есть все так понятно а когда я начинала смотреть youtube блогеров было мало информации тоже было мало мы друг за другом смотрели если у кто-то покупал набор запасов ни у кого не было если кто-то покупал набор и делал обзор это что такое событие было вы даже не представляете девочки как это все было вот и я тогда стала смотреть вот эти все наборы магазины боялась делать заказа как это не все магазины отправляли в грецию тоже была проблема и приходилось со всеми списываться и спрашивать отправьте пожалуйста вот уговаривать ну в общем конечно были такие времена интересные и тогда вот я этот процесс постепенно и забросила потому что стала тоже делать покупки интересные наборы эти стали приходить и конечно же я приключилась на что-то уже другое ну и одно за другим одно за другим мои запасы очень быстро разрослись я себя какое-то время держала в руках мне казалось это очень даже стыдно иметь столько много наборов теперь все теперь уже нас ничто не останавливает я уже научилась находить постоянно место куда складывать новые наборчики поэтому все еще впереди так камера моя ты только не выключайся девочки ниточку заправляю сила поля есть вопрос мечтаешь стать однопроцессницы уже нет когда-то у меня был такой момент я действительно думала что я смогу я завершу все мои процессы у меня будет только один или два минимум процессов зачем столько я поначинала и как-то пыталась стремилась их дошить но я поняла что не получается вот не получается не совершить и я уже понимаю что мне это уже не надо я себя комфортно чувствую со всеми моими процессами единственного у меня сейчас проблема мне нужно разобраться с моим рукодельным уголком вот там вот у меня действительно какая-то проблема я никак не могу сделать более компактности и все мои все мои коробочки все мои запасы там сложить потому что много всего насобиралась и от чего-то избавиться просто рука не поднимается и ну вот надо что-то придумывать как-то нужно более компактно организовать все мои запасы я сделаю видео о порядке в рукодельном уголке нужно все таки его сделать может и вы мне что-то подскажете потому что я знаю девочки есть такие талантливые на организацию все аккуратненько все придумывают какие-то такие решения интересные может и мне поможете так тебя раздражают вопросы зачем ты столько поначинала ну вы знаете сейчас уже нет таких вопросов раньше да действительно особенно новых новых посетителей на youtube это приводило в шок когда человек заходит может быть человек вышивает она уже много лет но вышивает один набор покупает один набор один вышивает вот а когда приходит на youtube и мы показываем наши 200 наборов и 50 начатых процессов человека понятно происходит шок это же неожиданная такая информация что так тоже можно жить и уживаться со всеми этими процессами и вся семья это все терпит но те кто поживут немножко на youtube они тоже в общем то к этому приходят потому что все эти начатыши это большая на самом деле зараза и сложно удержаться когда столько соблазн я думаю что те кто пришел на youtube хотя бы два-три начатыши обязательно заимели так тебя раздражает прочитали далеко бумажка не видно вопросы среди всех начатых работ есть самое любимое ну конечно есть самое любимое и самое любимое всегда находится на станке в процессе сейчас у меня на данный момент самое любимое это дименшин зимней радости я давно пытаюсь ее вышить пока купила набор пока вот организовалась и столько начатыши вот и конечно процесс не такой-то быстрый но сейчас он у меня на станочке и я его продвигаю знаете за половину перевалило и меня это радует конечно это не один процесс любимый есть и другие любимые процессы все начатыши они все любимые но ждут своего времени на сколько лет вперед у тебя начата работа на сколько лет вперед но если взять все мои процессы эти которые я сюда не вписала есть парочку сейчас вспомнила да я забыла еще пару процессов вот видите забываем если взять все все мои процессы что вышиваю извините я запуталась я запуталась так если посчитать все процессы и учесть их то как минимум на два года если я буду вышивать только их причем активно каждый день как я это люблю делать то два года да я их все отошью ты готова дать клятву не начинать нет ни за что ни за что девочки вы что я тут себя еле сдерживаю чтобы не начать еще процессе сегодня я поняла что у них не так-то много иначе так поэтому у меня очень не сильный соблазн никаких клятв я хочу на чатыши вспомни свой самый непредсказуемый старт самый непредсказуемый были ли у меня непредсказуемые старты наверное не было у меня непредсказуемых стартов и обычно чтобы что-то начать оно должно у меня в голове постоянно эти мысли о данном процессе либо о дизайне должны мысли постоянно крутиться вы знаете когда тебе дизайн не дает спать вот ты вышиваешь вроде бы у тебя много начатышей но неожиданно приходит идея что к примеру как у меня миробилия много процессов ну вот она у меня сидела в голове миробилия это рождественское миробилия хочу ее начать хочу попробовать такая ткань такая равномерка но я не удержалась я хотя бы на пару дней отвлеклась на нее повышевала получила массу удовольствия просто такой кайфовый процесс оказался и я вот рада что я его начала иначе я бы не знала что он такой классный вот и теперь жду когда я тут закончу с моими СП и все тогда девочки меня не удержать будут начатыши будут старты в общем хочу устроить себе праздник я хочу праздника так у тебя много в запасах наборов и схем у меня очень всего много и наборов и схем наборов да у меня очень много но тем не менее я не перестаю печатать схемы это тоже наверное такая болезнь вышивальщицы не куплю но схему распечатаю и пусть лежит в папке у меня очень толстая папка вот такая наверное там схем много поэтому это у меня на случай войны если даже закончатся все мои 200 наборов у меня есть очень много ниток у меня вся палитра БНК и почти вся палитра ДМС вот и у меня много схем поэтому я я выживу в любом случае я выживу у меня всегда будет много вышивки так твой любимый каунт канвы и что ты выберешь аиду или равномерку мой любимый каунт канвы я люблю 16 аиду если брать если говорить об аиде и я люблю очень сильно линду 27 каунт я это не сразу поняла отшив несколько работ на этой основе я поняла что на линде она получается чуточку чуточку покрупнее чем аида 14 каунта и на ней крестики ложатся очень аккуратно ровненько вышивается легко то переплетения считаются тоже легко есть такие основы где переплетения плохо видны и устают глаза а вот на линде ее отличительная черта что глаза абсолютно не устают и можно вышивать на линде долго и вечернее время и получая прекрасный результат кстати вот сейчас этого эльфика я вышиваю на как раз на линде он очень мне нравится ты заморачиваешься с размером иголочек да я заморачиваюсь я долго подбирала для себя иглы потому что у всех у нас разные ощущения так как кто воспринимает кто-то любит тоненькие иголочки двадцать восьмые тут двадцать четвертые я и двадцать восьмыми одно время вышивала прям совсем тоненькими и двадцать четвертыми вышивала но поняла что для меня самые комфортные это двадцать шестые и я люблю иголочки от фирмы гамма может быть конечно кто-то удивится но самые-самые любимые на самом деле это иголки от дмс классные иглы прям великолепное качество но недорогие их много не накупишь под все начатыши под все процессы и поэтому я покупаю гамма у меня на моей светильничке здесь рядом много вот таких магнитиков и на них вот так вот пачками иглы потому что когда я вышиваю какой-то процесс я всегда иголочку с ниточкой паркую и соответственно игл нужно много я вот беру пачку прям высыпаю на магнит и у меня всегда под рукой много вот таких игл для всех процессов есть у меня и 14 размер иглы на магнитах и 26 если это идет вышивка dimensions в 5 сложение нити я беру 14 если это 2 то вот у меня 26 мне так удобно нужно открывать какие-то коробочки доставать оттуда иголочку все все под рукой так как для процессов много нужно игл поэтому и доступ к ним тоже должен быть вот просто простым одним движением руки у тебя есть фаворит в ниточках или ты всеми шьющая вообще я всеми шьющая я не не такой уж прям человек знаете сильно капризные что мне вот только такие нитки подавай иначе я вышивать не буду если мне нравится дизайн я могу вышивать в принципе любыми нитками да конечно у меня есть предпочтение но я могу вышивать всеми нитками самые любимые нитки на сегодня это дмс я никого не удивлю хорошие нитки анкор тоже очень хорошие ниточки и модера мне нравятся но просто дмс я пользуюсь чаще они в принципе идут в большом количестве дизайнов поэтому и есть смысл иметь и палитру ниточки хорошие вот но опять же скажу и анкор мне очень нравится и модера прекрасные нитки вот я бы поставила наверное на второе место после дмс поставила бы модеру а потом анкор вот тут конечно кто-то может поспорить у всех у нас разные ощущения впечатления вот так почему так потому что у анкор есть моменты и нитки линяют а вот у модеры нитки не линяют а по качеству они в принципе по по мерселизации они в принципе очень-очень похожи между собой то есть у них они хорошо ложатся блестят красивые все но вот у анкор есть беда бывают линяют нитки а у модера я не слышала чтобы меняли нитки вот так так нужно здесь закрепиться сейчас минуточку такой участок что часто меняется нитка я только закрепляюсь и два крестика сделала и все видите разговариваем разговариваем а я вышила вот такой вот кусочек совсем мало так что у меня тут еще есть что нужно вышить так 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 пятерочку этих крестиков должно быть побольше вопросов осталось уже немного поэтому я думаю что я с вами как раз и до вышиваю этого не всего линфика иголка упала у тебя есть фаворит в ниточках? ага как хранишь ниточки? бобинки, шпульки, косточки? ниточки ниточки я храню в основном на бобинках . ниточки я свою храню в основном на бобинках я долго думала как мне организовывать мои нитки и пришла к выводу что на бобинках для меня это самое удобное почему потому что я так могу организовывать и процессы некоторые процессы я просто беру бобиночки с нитками и кладу в коробочку и вот она вся моя организация это в принципе для некоторых процессов удобно потом бобинку кладешь обратно в коробку это тоже в удобно и также бобиночки в коробках они все по номерам поэтому видно какие цвета и низ каких нет у меня есть еще запасы не так dms которые хранятся моя камера старушка не выдержала и отключилась пришлось дать ей время чтобы она немножко остыла и мы продолжаем осталось уже немножко вопросов так про бобинки мы поговорили так про бобинки мы поговорили в общем я храню свои ниточки на бобинках и бобинки самые удобные для меня которые я выбрала это бобинки фирмы гамма они плотные большие это хорошо помещаются все ниточки в общем удобно как ты относишься к перекусу во время вышивки прекрасно отношусь к перекусом к кофе к чаю я люблю себе заберите чашечку кофе и поставить на соседний так столик рядышком и пить делали глоточки кофе вышивать смотреть youtube это конечно для меня высший релакс это у меня бывает на выходные когда я могу после всех тел вот именно позволить себе вот так расслабиться ну и конечно же когда хочется перекусить почему бы нет можно и перекусить так пить чай или кофе и вышивать ты так можешь ну да я так могу мы уже об этом поговорили конечно я кофе не ставлю рядом с вышивкой у меня стоит немножко отдельно чтобы так сказать исключить несчастный случай вот но я могу дотянуться сделать глоточек и отставить чашечку вот я кофе очень люблю особенно я заварной пью как ты реагируешь когда тебя отвлекают от вышивки как реагировать так когда какие-то вопросы дела я нормально на это реагируют а бывают такие моменты на выходных когда я ну вроде бы завершая все рабочие дела домашние я всех предупреждаю всех мужа что я отправляюсь отдыхать вышивать меня не беспокоить их если он ко мне приходит по каким-то вопросам то я говорю что все рабочий день окончен личное время пожалуйста не беспокоить табличка нужно будет такое сделать не беспокой вот конечно не не люблю когда мне отвлекают какие-то такие часы у меня их немного на вышивку ну что делать бывает приходится отреться так на заключительный вопрос во время вышивки у тебя творческий хаос или полный порядок но в зависимости тоже процесса когда мне процесс только начинается у меня все очень чинно по коробочкам все разложено все очень красиво и аккуратно а когда процесс завершается особенно вот они последние 200 крестиков и нужно какой-то бэксич где-то пропущенный крестик какая-то бисеринка что-то дошить то нитки конечно уже вот так вот нитки там ножницы там еще что-то побежала прибежала побыстрее побыстрее завершить процесс да такое у меня частенько бывает но это тоже такой момент рабочий после завершения вышивки конечно я сажусь начинаю все разбирать наводить порядок вот создавать снова красоту и уютно моем рукодельном уголочке все все вопрос на все вопросы я ответила большое спасибо создателю этого тега вышивку на автора тега я конечно же вышивку в ссылку простите ссылку на автора тега я конечно же оставлю в инфобоксе с удовольствием смотрю ответы девочек на эти вопросы ну вместе с вами мы вот что тут на вышивали совсем чуть-чуть мой эльфик подрос нужно будет еще немножечко мне с ним поработать я думаю что в итогах недели я покажу вам уже полностью готовый результат но не только это будет еще много всего интересного подписывайтесь оставайтесь на канале до новых встреч всем пока пока у меня и Субтитры создавал DimaTorzok